Вы можете взять два простых числа, число П и число П, и перемножить П, У, К, У и У. Оказывается, есть удивительно симпатичная связь между этими симпатиками. Обратите внимание, почему это на самом деле значение. Вот помните, в начале занятия я вас спросил, сколько будет 5 по 2017. Вот теперь обратите внимание. Пусть у нас есть какая-то связь между этими двумя числами. То есть я знаю, какой будет здесь ответ. Представьте себе. В таком случае я говорю, что 2017 по 5 это же вообще-то то же самое, что 2 по 5. Ну а 2 по 5 это минус единица. Это минус единица, это мы уже знаем. Значит, если мы будем знать здесь плюс или минус единица, то, соответственно, мы будем знать и этот ответ. Это действительно убыстряет вычисление чудовища. Очень сильно чудовища. И более того, на самом деле выяснилось, что патриотичный закон взаимности, он не просто, так сказать, сам по себе запил. Выяснилось, что у него есть огромное совершенно развитие. А именно, есть такая замечательная штука, как поэтические числа и символ Гильберта. Он записывается, там не одно число, а два. Он записывается вот так. И определяется, там, квадратичная форма, а из квадрата, то есть, поэтической квадрате, по минусе квадрата, должна не тривиальным образом поменяться нулю. То есть, при не всех нулевых, x, y и z. Оказывается, повторяю, что у этого есть большое развитие, то есть, огромная теория поэтических чисел и так далее. И более того, оказывается, что есть разнообразные варианты этого самого патриотического закона взаимности. В общем, ребята, это оказалось интереснее, чем просто рассматривать, так сказать, рассматривать, там, является ли там какой-то, делится там что-то или не делится, да? Вот, я сейчас хочу вам рассказать доказательство, которое принадлежит правильному. И которое является, в некотором смысле, наиболее прямым. То есть, у этого факта есть доказательства с использованием корней из единицы, и, вообще-то, когда мы будем говорить о корнях из единицы, обязательно нужно будет вернуться к этому делу и вспомнить, потому что это важно. Это тоже очень показывает. Кстати, не думайте, что это все ерунда. Например, многие задачи из тригонометрии о синусах и косинусах, это очень частные случаи вот этих вот рассмотрений. Там, в общем, нет, многое действительно всего интересное. Так вот, я сейчас повторяю, за оставшееся время, я постараюсь вам, не постараюсь вам сделать только что, я вам расскажу доказательства Фрабиниуса. А именно, в точности, я сейчас выпишу метод Каусса, критерий Каусса. Мы его аккуратно распишем для вычисления P по Q. Потом то же самое мы аккуратно распишем для вычисления Q по Q. А потом мы посмотрим и удивимся, и получим ответ. Так, программа понятна? Программа понятна. Что нужно сделать, чтобы методом критерий Каусса вычислять Q по Q. Надо выписать числа 1, 2, 3, 4 и так далее. Вплоть до Q минус 1 попала. Согласны? Значит, если меня интересует вычисление символа P по Q. Я должен выписать эти числа. Пока ничего сложного. После этого я должен каждое из них умножить на P. Получу P, 2, P, 3, P, 4, P и так далее. Кунг плюс 1 попала, умножить на P. И дальше я должен понять, сколько там минусов. Вот замечательно. Что такое знак минус? Знак минус – это когда… Эти числа будут обозначить х, а это у меня будет написано х умножить на P. Так вот, знак минус возникает. Если х умножить на P попадает в такой промежуток, значит, это число должно быть меньше нуля, но больше, чем минус Q попала. Только внимание, конечно, не само число, потому что х и P – это правильные числа, а остаток отдельный. То есть при сдвиге на… при сдвиге нескольких разных Q… Понимаете меня сейчас, если нет? То есть я число вида P и x, я записываю в виде, сколько к нам кушет, там, плюс или минус число от единицы до минус 1 попала. И вот, чтобы был минус, нужно, чтобы оно… Вот у любого числа есть отличающиеся от него в точности на… Так вот, когда вы идете по вещественной оси, надо… Вот здесь вот где-то у нас есть ноль. Надо, чтобы вы… Вот здесь вот было, чтобы было больше, чем 1 попало, а здесь было бы меньше, чем 1 попало. Отлично. Вот так писать вам место абсолютно неграмотно, потому что это правильное число. А надо писать так. Надо здесь написать QY, а здесь надо написать QY минус Q попало. Где Y – это какое-то натуральное число. Это натуральное. Значит, Y тоже натуральное, правильно? Все, Y – натуральное число. Значит, у меня… Теперь давайте четко написать. Икс пробегает значение от единицы до чего? До Q минус 1 попало. Отлично. Теперь, что делает Y? Мне надо понять, какие самые большие и какие самые маленькие значения у Y. Ну, во-первых, понятно, что у меня Y больше нуля. Икс пробегает. Значит, у меня Y берут ровно тоже от единицы. Так, теперь вопрос, какое самое большое вообще значение для Y. Значит, надо писать так. QY меньше, чем Q пополам, плюс… Вместо Икса пишу максимально возможное значение. Q минус 1 пополам умножить на P. Так, теперь больно делю это на Q. Y меньше, чем 1 вторая, плюс P пополам, минус… Так, минус, минус, минус… P, деленное на 2Q. Ой… Так, не сдавался? А, ребята, собственно говоря, не забрался. Нет. Это меньше, чем P плюс 1 пополам. Согласны? Нет, я просто не буду просить внимания. Y точно меньше, чем вот это. А если оно меньше, чем вот это, значит, оно лежит в таком тоже отверстии. А теперь осталось чуть-чуть внимательно посмотреть на эту формулу, и станет совсем хорошо. Я возьму и QY перемесу из всех вот этих чисел, вышлю QY. Получается следующее. Минус Q пополам меньше, чем PX минус QY и меньше 0. Так. Ребята, вот в этот момент надо остановиться, поскольку на самом деле я сделал почти всю работу. Надо внимательно посмотреть, потому что я сейчас напишу то же самое, только поменяю местами на числа X, Y, P. В общем, я напишу сейчас то же самое, только поменяв местами P. Поэтому, пожалуйста, максимум внимания на доступ. Что у меня сейчас написано? Значит, просто реально все формулы еще здесь, поэтому вы можете это действительно пока что понять. Для вычисления по критерию Гаусса, критерий Гаусса, все помнят? Надо было выписывать числа от одного до, там, рассматриваем простое число минус 1 пополам. Сейчас рассматриваемое число это Q. Поэтому выписываем числа от одного до Q минус 1 пополам. Выписываем. Замечаем. Умножаем все их на P. Умножаем? Умножаем. И вот дальше вещь, которую надо прочувствовать. В каком случае пишется минус? Если абсолютно наименьший вычет, вот эта величина называется абсолютно наименьший вычет, да? То есть, когда идешь отрезками в букву, то, как вы знаете, был далеко, и потом перешагиваешь через ноль. Если она оказалась слева, то берем с минусом, если она оказалась справа, то берем с плюсом. Так вот. Чтобы понять, сколько там будет этих самых минусов, надо понять, сколько существует чисел X на отрезке от единицы в букву минус 1 пополам. Для которых есть такое Y, что выполняется вот такое неравиство. Обратите внимание, длина этого интервала, она такая, что, ну, что называется, если Y поменяешь на единицу, то у нас целиком, ну, получается следующий отрезок, следующий, следующий. Да вот, поэтому, если у нас известен X, то на рог Y только один претендент, да? Потому что вот эти вот отрезки, они покрывают всю вещь, то есть по одному графу. Вот. Соответственно, если здесь посчитать, то получается, что Y меньше, чем P плюс 1 пополам. И мы приходим к замечательному выводу. Здесь симметричная картинка. X и Y входят замечательным образом симметрично. Увидели? Увидели. Значит, если мы находим пару таких чисел X и Y, то, собственно говоря, это тот самый знак минус. Надеюсь, вы понимаете, что у меня претендент сейчас. Я сейчас, в моем рассуждении, полностью поменяю местами P, Q и X и Y. И у меня получится замечательным образом, что вот эти две строчки поменяются. А здесь произойдет забавная вещь. P поменялось, X и Y поменялось. Это означает, что у меня вот эти штучки поменяются. И я получу второе неравенство. Минус P пополам меньше, чем у Y минус P и X и меньше 0. Значит, количество минусов, которые участвуют в вычислении по критерию Гаусс вот этого числа, это количество решений вот такого неравенства. Так, господа, ну это же замечательно. Эти два неравенства страшно похожи. Кстати, равняться мы не можем, потому что Y у нас не делится на P, это мы их не делится на Q. На самом деле, общее количество решений этого и этого неравенства, это просто вот что такое. Минус Q пополам меньше, чем PX минус UY, так, а здесь везде меняем, значит, меняем, и меньше, чем P пополам. Я могу забыть вот про это и говорить, что произведение символов P по Q и Q по P, это количество решений вот такой системы неравенств, если X пробегает значения такие, а Y пробегает значения такие. Отлично. Ну вот, господа, теперь, на самом деле, до завершения рассказа остались буквально секунды, потому что, если вы геометрически представите себе, что это такое, то вы, безусловно, всё поймёте. Итак, давайте рисовать. Ну, понятное дело, нужно нарисовать оси координат XY. Без этого никак. Нужно нарисовать по X прямоугольник, начинающийся в единице и заканчивающийся в точке P минус один пополам. По Y надо нарисовать, ну, не прямугольник, а отрезок. По Y отрезок от единицы до P минус один пополам, да? Ну, это я пока не знаю, тут масштабно понять. А вот теперь очень интересная штука. Как исследовать величину PX минус Q? Господа, здесь вот есть ситуация, когда она равна 0. Это значит, что Y равняется P разделить на Q умножить на X. P разделить на Q умножить на X – это вообще-то просто-напросто прямая. Вот представьте себе, что P не очень большое, тогда это будет примерно такая прямая. Y равняется PX разделить на Q. Давайте подумаем, что бывает, когда X равно Q. Ну, как что бывает? Она проходит из этой точки. Вот здесь вот у нас точка P, здесь у нас точка Q, и ситуация проясняется. Оказывается, Q минус один пополам – это просто-напросто чуть-чуть левее, чем середина стороны этого прямоугольника. Соответственно, здесь есть середина, а целое – это P минус один пополам. Господа, нас интересуют точки, которые вот как-то здесь, ну вот такой прямоугольник, да? Ну, единица, прибудем поближе здесь. Единица, единица. Нас интересуют всевозможные точки натуральные, которые распространены. Вот. А теперь, что значит меньше, чем P пополам, и что значит больше, чем Q пополам? Ну, понятно. Когда вы приравниваете линейную функцию к какому-то числу, то на самом деле вы, понимаете, вот в качестве X берем одну вторую и проводим параллельно прямую. Вот. Вас интересует то, что будет над этой прямой. Наоборот. В качестве Y берешь одну вторую и проводишь опять-таки параллельно прямую. Это будет. У вас такая полоса. Понятно, что разбираться в геометрии этой полосы достаточно хитро, непонятно. Вот. Вот. Поэтому мне, в общем, мне интересно на самом деле знать ответ на такой вопрос. Четное или нечетное количество точек, которые расположены... Точек вот из такого прямоугольника с целыми координатами, которые расположены в этой полосе. Господа, вообще-то у этой нашей полосы есть центр. Правильно? Есть у нее центр? Нет, нет, у прямоугольника, точнее. У прямоугольника центр есть? Есть. Мы с вами способны найти среднее арифметическое вот этих чисел. Единица и Q-1 пополам. Вот давайте это сделаем. Вот давайте мы единицу и Q-1 пополам сложим и разделим пополам. И что это будет интересно такое? Q-1 разделить на 4. Опять. Это середина отрезка между единицей и Q-1 пополам. Вот это число, давайте его запомним. Q-1 разделить на 4. Отлично. А если единицу и P-1 пополам складывать, что будет? П-1 разделить на 4. P-1 разделить на 4. Ребята. Вот честное слово. Эта точка является центром симметрии не только прямоугольника, который мы рассматриваем, но она расположена в точности посередине между краями полосы. Значит, давайте я это торжественно запишу. Точка. Вот центре найденной координаты. P-1 на 4 это ордината Q-1 на 4. Точка. Вот такая вот. P-1 на 4 это Q-1 на 4. Центр симметрии. Центр симметрии, повторяю, не только прямоугольника, то, что прямоугольник, это просто потому, что это среднеорфеметический, да? Но и полосы. Как понять, почему это центр симметрии полосы? Ребята, для этого надо просто взять и подставить вместо Х. П-1 на 4 это ордината Q-1 на 4 это абсцисса, точка с координатами Q-1 разделить на 4 и P-1 разделить на 4 это центр симметрии. Почему? Потому что, когда я подставляю ее вот сюда, давайте прямо при вас это сделаем. P умножаешь на Q-1 разделить на 4. Q умножаешь на P-1 разделить на 4. Господа, что будет? P-1 разделить на 4 и исчезнет. Останется что? P-1 разделить на 4. Вы скажете, а кому какое дело? Огромное дело. Ребята? Вот это вот P-1, это и P-1, а это их среднеорфеметическая, конечно. Значит, я доказал только что потрясающий факт. Она не лежит напрямую. Если у меня на картинке получилось, что она не почти у меня все одинаковые, она не лежит напрямую. Она лежит посередине. Вот у меня есть один край, который задан уравнением Px-Qy равняется минус Q пополам. У меня есть другой нижний край, который задан уравнением Px-Qy равняется P пополам. А у меня имеется средняя линия. Всегда, когда есть две параллельно прямые, можно ровно посередине между ними провести. У меня есть средняя линия. Так вот, центр прямоугольника лежит в точности на этой средней линии. Понятно? Отлично. А теперь понимаете ли вы такую простую вещь. Что когда у вас есть прямой угольник, у которого есть центр. И этот самый центр расположен в точности посередине. То когда у вас есть какая-то точка, то симметричная точка будет тоже лежать внутри полосы. И наоборот. Если точка была вне полосы, то симметричная будет лежать что? Вне полосы. Ребята, все точки отбиваются на параллельно. Значит, вот эта штука, это будет единица во всех случаях, кроме того неприятного случая. Когда вот эта точка сама по себе целая. Пишу. Единица. Если П плюс 1 не делится на 4. Или К плюс 1 не делится на 4. И К плюс 1 тоже делится на 4. То есть, если оба числа П плюс 1 делить на 4 и К плюс 1 делить на 4 целые. То в таком случае произведения это будет минус единица. Есть ли же хоть одно из них дробное? Ну, дробное это имеется ввиду полуцелое. То есть целое число плюс 1 на 2. Потому что вообще-то П нечетное число. Нечетное число плюс 1 это число, ну понятно, да? Давайте объясню еще раз. 4n плюс 1 бывает вариант для числа П. И бывает вариант 4n плюс 3. В этом случае П плюс 1 делить на 4 это будет n плюс 1 на 2. Правильно? А в этом случае П плюс 1 делить на 4 это будет n плюс 1. То есть вот если число дает остаток 1 при делить на 4, тогда полуцелое. Если число дает остаток 3 при делить на 4, тогда целое. Окончательно вот эту формулу в более понятном виде пишут в следующей области. Это же не окончательно. Я просто еще раз перейду. Единица. Если П сравнимо с единицей, Q сравнимо с единицей. или П сравнимо с 1, Q сравнимо с 3, или П сравнимо с 3, Q сравнимо с 1. То есть если хотя бы одно из чисел П и Q дает остаток 1, то единица. Минус единица, если П сравнимо с 3 и Q сравнимо с 3. Ну разумеется, все эти сравнения имеются ввиду по-моему, по-четыре. Вот. Ну это все-таки немножко слишком длинно, поэтому пора написать в том виде, как это принято в том виде. П по Q умножить на Q по P, произведение N. Это есть минус единица в степени П минус 1 пополам умножить на Q минус 1 пополам. Проверяйте. Если число П дает остаток 1 при делении N 4, то вот эта штука у нас уже будет четной. Если число Q дает остаток 1 при делении N 4, то уже эта штука будет четной. Достаточно одному из множителей быть четным, чтобы вся эта степень уже равнялась единице. Если же мы хотим получить минус 1, чтобы получить минус 1, надо следующее. Надо, чтобы эти штуки были нечетными. P минус 1 пополам нечетная. Это значит, P минус 1 пополам имеет вид 2N плюс 1. Ну, понятно. P минус 1 пополам равняется 2N плюс 1. Значит, на двойку умножаем и переносим. Получается 4N плюс 1. Значит, чтобы была минус 1, надо, чтобы оба множителя были нечетными. То есть, чтобы числа P и Q оба давали остаток. 3 при делении N 4.